добрый день надеюсь что меня хорошо видно и слышно давайте начнем на сегодняшнее занятие по истории и мы сегодня продолжим с вами разговор о истории древней греции ладе вот поговорим о классической эпохи древнегреческой истории я для начала напомню да вот сюжет на котором мы остановились в прошлый раз здравствуйте присоединяйтесь уже идет время занятия поэтому я без раскланивание да вот продолжаю я для начала напоминаю вам ситуацию которая сложилась в древней греции к концу так называемого архаического времени когда мы видим видим с вами около ста самостоятельных полисов но вот многие из которых обменялись такие региональные союзы часто создаваемая вокруг популярных и значимых религиозных святилищ вот наиболее значительными из этих полисов были афины коринф милет спарта но вот по карте даже видно что как раз позднее архаическое время во второй половине в конце 6 века до нашей эры все эти многочисленные древнегреческие полисы оказались под большой угрозой со стороны персидского царства или державы ахименидов по правящей династии и так называют да вот фракия в европе малая азия принадлежали персам и я кратенько напомню вам с чем собственно мы имеем дело что такое держава ахименидов что такое персидское царство в этот период времени обратите пожалуйста свое внимание что персидское царство это ну достаточно новое явление для ближнего востока она вот только что до в середине 6 века возникло около 550 года до нашей эры правитель небольшой персидской области вот на карте темно коричневым она изображена кир кир великий как его в последующем всегда называли древности он осуществил целую серию успешных военных предприятий и он собственно является создателем этой обширной персидской империи одно за другим он покорил медию лидию вавилон крупнейшее ближневосточное царство сын и преемник кира комбис он завоевал египет на и при преемнике комбиса царе дарии первом который долго занимал престол на рубеже шестого пятого веков до нашей эры персидское царство достигло своего максимального расширения желтеньким показано до территория по сути персы в этот период времени осуществляли контроль практически над всем цивилизованным тогдашним миром и вот для сравнения этому обширному древней персидскому царству на противостояли небольшие древнегреческие полисы до которые здесь с трудом даже вот на этой схемке находится на юге балканского полуострова вот при этом как и другие ближневосточные империи персидское царство отличал довольно значительная централизация вся страна была разделена на сатрапии сатрапы возглавлявшие да вот эти области назначались персидским царем и так называемый культурный синкретизм культурный синкретизм персы не навязывали свой образ жизни свои верования тем народом которые в состав персидского царства вошли вот но в сравнении там с египтянами или вавилонианами персы это вчерашние в общем-то варвары которые достаточно случайно оказались во главе всего ближнего востока и численность собственно персов была невелика а вот синкретизм кстати древнегреческое по происхождению слова обозначает соединение да в единое целое множество разнородных элементов которые при этом сохраняют свои свойственные им особенности в то же время в 6 веке до нашей эры на ближнем востоке происходят очень важные такие подвижки в духовной и религиозной сферах которые совпадают как раз с формированием персидского царства химинидов и свидетельствуют о некоторых таких кризисных явлениях в ближневосточном обществе ну как всегда большие религиозные реформы да они прежде всего являются свидетельством кризиса традиционного общества на как раз в шестом веке среди иранских народов те же самых персов возникает зороастризм возникает зороастризм одна из первых таких мировых религии которая в принципе развивалась сторону до монотеизма и четко изложенного в канона тоже греческое слово канон учения религиозного канона на зороастризму характерны да вот свои священные тексты авеста так называемые сборники зороастрийских священных текстов в которых основа вероучения основы религиозных практик излагались но при этом не только вот у персов и медиана не только у иранских народов рождаются новые да вот религиозные верования и практики в шестом веке до нашей эры многим другим ближневосточным этносом ближневосточным народом были присутствуют в это время серьезные изменения в религиозной сфере ну вот наиболее ярким примером конечно оказавшим большое влияние на последующую мировую историю стало формирование классического общем иудаизма связанного со строительством второго храма в иерусалиме после вавилонского пленения евреев от вавилонского пленения как раз перса освободили позволили им вернуться в палестину и там ими был отстроен вот этот второй храм сейчас существующий на храмовой горе в иерусалиме виде такой модели да вот здесь представленной тогда же в шестом веке до нашей эры окончательно сложилась знаменитая пятикнижья тора и большинство других книг ветхого завета и иудаизм окончательно сформировался как жесткая монотеистическая религиозная система а вот вот эти религиозные реформы в сочетании да с присущим персом синкретизмом соединением да вот можно разнородных элементов в общем-то свидетельствует о важных глубинных таких видов в ближневосточном обществе в период персидского владычества что во многом видимо ну так сыграло определенную важную роль в будущих конфликтах между персами и их соседями нас интересует конечно прежде всего древние греки конфликт с греками между персами и греками да он возникает вокруг судьбы греков малой азии малоазийских греков так называемых вот малоазийские греки еще до возникновения персидского царства перешли под контроль так называемой лидии лидии это ближневосточное государственное образование расположена на западе анатолии на западе малой азии тут на слайде ее границы представлены вот лидийские цари еще в седьмом начале шестого века кстати после долгой очень борьбы сумели подчинить себе вот все ключевые полисы малоазийских греков смирну эфес милет галикарнас таки крупнейшие города малоазийских греков да они все перешли под контроль лидийского царства постепенно на протяжении седьмого начале шестого века и кстати хотя покорение лидийцами до малоазийских греков было длительным и тяжелым она не вызвала какого-то масштабного конфликта между лидией и греками балканскими по большому счету особых особого дела до судьбы малоазийских греков да у греков балканских не было вот но ситуация изменилась после того как лидия в свою очередь была покорена персами на и малоазийские греки оказались составе персидского царства это произошло в 547 году до нашей эры когда вот кир 2 лидию завоевал персы активнее чем лидийские цари вмешивались в во внутренние дела греческих полисов главным образом то есть они не пытались там навязать грекам какой-то свой образ жизни свои нравы нет дело не в этом дело в том что они довольно последовательно поддерживали да вот в греческих полисах тиранические режимы а вот вспомните пожалуйста то что мы с вами говорили на прошлом занятии о борьбе аристократических и демократических партий в архаических полисах греции и очень часто эта борьба приводила к установлению разными амбициозными влиятельными аристократами или наоборот демагогами предводителями народа да тирании так называемая ранние греческие тирании ну персы особо не погружались вот в эти особенности политического устройства отдельных греческих полисов держать их под контролем да через тиранов в которых можно было всегда спросить или которым всегда можно было отдать непосредственно указания до персидским сатратам им представлялось удобным на то есть вот тирания для персов это хороший механизм удержания под контролем подчиненных их им греческих полисов отсюда они тираном покровительствовали и вот во всех этих малоазийских греческих городах при персах власти пришли тиранические режимы что в общем самих-то греков мало устраивало да тираны в целом были не популярны тираны всегда воспринимались как незаконные правители до пришедшие к власти путем насилия вот и в подавляющем большинстве греческих полисов тиранические режимы оказывались недолговечными не атираны устойчиво противопоставлялись законодателям законодателям которые участвовали в создании нормальной до политической системы эвномии благозакония вот и как правило это сопровождалось свержением тирании вот конфликты до внутри греческие конфликты между тиранами которым перцы покровительствовали да и основной массой граждан недовольных этими тираническими режимами и привели в 499 году к масштабному так называемому ионийскому восстанию иония я напоминаю это одна из малоазийских древнегреческих областей наиболее влиятельными ионийским полисом был милет там собственно это восстание антиперсидское и началось но довольно быстро это ионийское восстание вышло за пределы ионии практически все да вот малоазийские греки и южнее располагавшиеся дарийские полисы и север не располагавшиеся алийские полисы они в этом восстании антиперсидском приняли участие и на сей раз балканские греки оказали этому восстанию определенную помощь вот лидеры этого восстания они обращались спарту обращались в афины в другим балканским грекам да с просьбой прислать корабли военные контингенты для борьбы с персами ну вот и кто-то не ответил вот спарта например решила воздержаться от участия в ионийском восстании кто-то ответил очень скромно но допустим афины и в бейской эритрии они прислали по нескольку сотен воинов на вот но как бы то ни было вот эта связь да это поддержка между антиперсидским выступлением в малой азии и действиями балканских греков она возникла а само это восстание ну во первых по понятным причинам персы отнеслись к греческому восстанию довольно негативно плюс восставшие греки еще сожгли столицу бывшей лидии сарды сарды крупным городом после ликвидации лидийского царства они были центром сатрапии на сардах заканчивалась знаменитая царская дорога соединявшая все столицы персидского царства вообще вот эти вот столицы бывших ближневосточных государств эгботаны столица мидии сузы столица элама вавилон сарды столицы лидии они все имели в персидской империи столичный статус рассматривались в качестве столиц персидских монархов и сожжение греками сарт было ну крайне болезненно персами воспринято вот они организовали несколько крупных карательных экспедиций и в свою очередь тоже нанесли по малоазийским грекам очень серьезный удар да вот в отместку за сожжение сар был сожжен милет например крупнейший вообще из малоазийских греческих полисов но и вот тот факт что балканские греки пусть ограничены но все-таки оказали помощь своим малоазийским да сородичам он тоже на персов произвел крайне негативное впечатление и вызвал в общем-то в последующие годы попытку попытку до персидского царства покорить и греков балканского полуострова причем первоначально эта задача считалась персами но достаточно простой они повелители до всего практически тогдашнего цивилизованного мира владыки огромной империи располагающей колоссальными финансовыми материальными человеческими военными ресурсами конечно считали что с вот этими небольшими раздираемыми кстати внутренними противоречиями греческими полисами справятся без особых проблем вот ну и отсюда собственно вот эти вот знаменитые греко-персидские войны греко-персидские войны продолжавшиеся около 50 лет на вот если начинать их как это обычно и делается да с возникновения ионийского восстания в 499 году и продолжать до итогового мира калиева мира так называемого заключенного в 449 то в общей сложности это около 50 лет ну поскольку у нас с вами не так много времени я уж вы позволю себе подробно о ходе греко-персидских войн не рассказывать иначе ну просто медленно будем с вами двигаться по материалу на это вот знаменитая марафонское сражение неудачная для персов первая попытка до захватить прежде всего как раз эритрию и афины те греческие полисы которые помогли малоазийским грекам на это знаменитый поход к серксов нового персидского царя в 480 году в ходе которого произошла знаменитая оборона фермопил да вот 300 спартанцев вспоминаете соломинское сражение морское в котором греки победили персов ну и наконец в следующем году последовала битва при платах в которой да вот персы были на голову побеждены и опять-таки морское сражение при мысе микале вот в ходе этого сражения греки в очередной раз добились на море победы вот потом были другие военные столкновения отчасти заканчивающиеся победой греков отчасти заканчивающиеся поражениями греков но как бы то ни было вот на втором этапе греко-персидских войн инициатива явно уже грекам принадлежала военные действия были перенесены на территорию самой персидской державы особенно конечно большое впечатление на персов произвела египетская экспедиция когда огромный греческий флот во главе которого стояли афинские стратегии афинские корабли попытались захватить египет то есть вот даже до такого дошло в этом столкновении но правда эта египетская экспедиция для греков оказалась неудачной неудачной да практически все отправившиеся в эту египетскую экспедицию войска там в египте и погибли но сам факт того что сил для покорения греции у персов явно уже не хватает на военные действия переходят на территорию персидской державы прием в итоге персов к выводу что с этим конфликтом необходимо заканчивать необходимо заканчивать да и вот четыреста сорок девятом году был наконец заключен самый калиев мир калиев мир положивший конец грека персидским воинам ну вот здесь качестве иллюстрации я привожу изображение дано одну из афинских вас той самой эпохи грека персидских войн да вот начало пятого века до нашей эры где очень натуралистично изображена битва между тяжело вооруженным греческим гоплитом да и персидским воином вот сосредоточимся на итогах на итогах греко-персидских войн ну во-первых греко-персидские войны они как бы открывают действительно новую эпоху в истории древней греции вот та самая классическая эпоха о которой мы будем который мы с вами сегодня говорим да и будем еще говорить на следующем занятии она как бы открывается греко-персидскими войнами это масштабнейшее столкновение это вообще одно из ключевых событий древнегреческой истории да и по своему по-своему она стала таким ключевым одним из ключевых моментов этой самой древнегреческой истории ну сопоставимо не знаю может быть только с троянской войной вот троянская война это удел преданий да таких легендарных мифологических но вот когда там греки объединились чтобы сокрушить трое а здесь греки объединились для того чтобы спастись от казалось бы неминуемой гибели потому что не только перцы оценивали до свое противостояние с греками первоначально как очевидно да для себя успешную в перспективе вот многие греки многие греки считали что никаких возможностей да противостоять этой огромной персидской державе нет многие греческие полисы подчинились персам выполнили их требования принесения дании признание верховной власти персидского царя и лишь очень немногие бросили вызов вот этой персидской мощи мало на что рассчитывая мало на что рассчитывая афины например несколько раз находились под угрозой массовой эвакуации то есть у афинского народного собрания у афинских должностных лиц возникало мнение о том что нужно вообще из города бежать до один раз они даже это сделали не переправились вот во время нашествия ксеркса на соседний остров соломин до покинули свой родной город и афины были сожжены персами а вот а были даже идеи что нужно просто сесть на корабли и уплыть куда-нибудь подальше да там в сторону италии или северной африки и забыть о своей прежней родине да просто убежать от этого персидского нашествия которому нет силы возможности сопротивляться но довольно неожиданно довольно неожиданно да ситуация развернулась совершенно иным образом совершенно иным образом да греки весьма и весьма успешно персам противостояли но вот и это не только открывает да вот новую эпоху в древнегреческой истории но и кстати сформировала довольно устойчивое негативное да отношение такое несколько уничижительное отношение греков к азиатским варварам вот если в архаическую эпоху греки с весьма большим почтением относились к ближневосточным цивилизациям ближневосточным государственным образованием часто греки выступали в качестве наемников войсках ближневосточных царей греки очень много заимствовали на протяжении архаического времени из различных аспектов ближневосточной культуры начиная от алфавита собственно говоря греческого который был создан на базе финикийского ну вот то после грека персидских войн вот это отношение в целом изменилось это отношение в целом изменилось до азиатские народы азиатские государства они стали греками рассматриваться в таком выраженном уничижительном ключе цивилизация это мы это вот эллинская цивилизация ближний восток это варвары это тоже варвары также как вот там дикие какие-нибудь и лирийские или скифские народы да вот на такой же уровень доставят после грека персидских войн греки и народы ближнего востока всех этих лидийцев персов финикийцев египтян и прочих на вот это довольно важный переломный момент взаимоотношения с цивилизациями ближнего востока было важным очень важным сюжетом для формирования эллады эллинской культуры теперь она себя азиатским варварам явно противопоставляет мы увидим с вами что в дальнейшем эти отношения еще неоднократно будут меняться но для эллады классической эпохи это противопоставление было характерно было характерно вот ну еще одним непосредственным итогом до грека персидских войн стало освобождение малоазийских греков от персидской власти персы вынуждены были признать все греческие полисы малой азии свободными это правда продлилось недолго вот и вскоре малоазийские греки все-таки перейдут снова под контроль персов но тем не менее тем не менее вот греко-персидские войны еще и поэтому воспринимаются как такое национально освободительное движение по сути да как военные конфликты вратаре которых не только греки в целом смогли отстоять свою независимость но и эллада приобрела на свои естественные такие законченные формы а вот все греческие полисы эллады стали по итогам греко персидских войн свободными вот ну и наконец еще одним важным итогом греко персидских войн стало резкое усиление значения афин афины и до этого были значимой политической силой в греческом мире но после греко персидских войн до значение афин выросла многократно произошло это не только в результате той роли которую афин сыграли в греко персидских войнах хотя эту роль тоже не следует преуменьшать особенно в морских сражениях а вот если в сухопутных сражениях все-таки основная роль принадлежала с партии и и союзникам в морских сражениях прежде всего афинский флот и афинские полководцы афинские стратеги сыграли важнейшую роль победах над персами ну вот но тут даже вот не непосредственное военное участие афин имело значение а то что спарта довольно быстро довольно быстро от руководства вот этой антиперсидской коалиции антиперсидским союзом устранилось пока персы вторгались в балканскую грецию пока персы угрожали да вот независимости балканских греческих полисов спарта брала на себя функцию руководителя антиперсидского союза как только вот это непосредственно угроза балканским грекам и самой спарте была ликвидирована как только военные действия перенеслись на море на территорию собственно персидской державы так спарта от руководства действиями греков отходит отходит и на первый план как раз выходят афины на первый план как раз выходит афина то есть вот в этом втором этапе до грека персидских воина афины стоят во главе всех греческих полисов активно сражающихся против персов и вот это свое лидерство это свое лидерство афины преобразуют в 478 году до нашей эры в формальный межполисный союз формальный в том смысле что были заключены да вот официальное соглашение официальное соглашение между участниками да ну как бы теми греками которые продолжали до принимать участие в войне с персами все они признали лидерство афин да и заключили с афинами официальное соглашение по этому поводу вот так возникает деловский или первый афинский союз деловским он именуется потому что первоначально руководящие органы этого союза и казна его располагались на острове делов это вот небольшой остров так где моя указка вот небольшой островок вот здесь вот в центральной части кикладского архипелага но довольно быстро казна деловского союза была в афины перенесена так недолго делов был местом где располагались руководящие органы этого союза и поэтому наряду с деловским его часто называют первым афинским вот я хотел бы здесь несколько слов сказать о том что представляли собой подобные военно-политические союзы древнегреческих полисов их еще часто называют симахиями но это собственно вот древнегреческое слово сын да это приставка обозначающая совместное действие махома это глагол который переводится как сражаться воевать да то есть симахия это дословно я пожалуй воздержался выдано русский язык переводить ну как вместе сражающиеся можно перевести то есть это такой вот межполисный военно-политический союз ставящий имеющие общую казну имеющие общие внешнеполитические военные задачи союзники осуществляют совместные да вот военные акции он имеет как оборонительный так и наступательный характер но я не знаю по аналогии с современностью можно вот такие древнегреческие симахии назвать военно-политическими альянсами военно-политическими блоками он как вот нато например нынешний североатлантический альянс что подобное это довольно распространенное в древней греции явления вот такие вот межполисные симахии и по итогам греко-персидских войн практически весь да практически вся эллада была разделена между двумя подобными крупнейшими союзами с одной стороны это пелопонесский союз таким цветом красненьким обозначено на карте пелопонесский союз это те полисы которые ориентировались на спарту в качестве своего лидера во главе пелопонесского союза стояла спарта вот и вот первый афинский союз и лидоловский союз этого желтеньким обозначен желтым до желтым обозначены члены первого афинского морского союза но были полисы которые сохраняли нейтралитет были полисы которые не в один из этих двух союзов не входили но все-таки вот большая часть и об сыскал процентов наверное 80 85 греческих полисов да они примкнули либо к пелопонесскому союзу который кстати еще до греко-персидских войн возникает либо к первому афинскому который вот сформировался в ходе конфликта с персидским царством и в том и в другом союзе есть вот такой вот выраженный гегемон да тоже характерное древнегреческое слово гегемония от гегемон предводитель гегемония это такое политическое превосходство на в первом афинском понятно гегемоном является афины в пелопонесском союзе гегемоном является спарта вот ну внутренние эти союзы правда организованы довольно по-разному довольно по-разному в пелопонесском союзе все равны друг другу вот все полисы участвующие в пелопонесском союзе да они друг другу равны они периодически проводят общие конгрессы в разных местах вот где определят там собственно и проведут на спарты имеет точную лакедемон вернее да спартанское государство имеет точно так же как какой-нибудь там мантинея маленькая один голос на этих конгрессах а вот ну и как большинство участников конгресса выскажется так такое решение общесоюзными бу вот у спарты внешне здесь нет механизмов да навязать союзникам свою волю но при этом да спарта имеет колоссальный авторитет в греческом мире и как правило вот благодаря этому своему авторитету спартанцам удается без насилия добиться от большинства своих союзников особенно мелких всяких полисов поддержки своего мнения афинский союз он иначе организован там нет общих конгрессов там все решения союза принимает афинское народное собрание в афины прибывают представители союзников и они как будут в этом общем афинском народном собрании принимают участие но решающее мнение принадлежит афинскому народу как бы афинский народ вырабатывает тот или иной то или иное распоряжение которым должны руководствоваться и которые должны соблюдать все союзники роль афин роль афин да как лидера как бегемона она была гораздо более выраженной это очень часто вызывало внутренние конфликты в первом афинском союзе в первом афинском даже были случаи мощных восстаний против афинской гегемонии которая афинянами довольно жестоко подавлялись вот но как бы то ни было да вот эти два союза повторяю разделяют греческий мир по итогам греко-персидских войн на две такие большие части да и принято говорить о противостоянии спарта и афин противостояние спарта и афин да вот как двух лидеров этих крупнейших союзов и плюс к этому как выражение борьбы аристократической и демократической партии аристократической демократической партии опять-таки вот пытаюсь вас отослать к материалам нашего предшествующего занятия борьба между аристократами и демократами она была характерна прежде всего для архаического времени а вот для седьмого шестого веков до нашей эры там во всех древнегреческих полис аристократия и демократия боролись друг с другом ну и восприятие борьбы спарта и афин как борьбы аристократии и демократии она восходит как бы вот к этому архаическому времени к архаическому времени спарта воспринимается как аристократический полис почему мы чуть позже с вами разберемся почему спарту как отмечаю рассматривают да а афины как вот такую выраженную демократию ну действительно в афинах в результате деятельности нескольких выдающихся государственных мужей да это прежде всего клестина еще в конце шестого века до нашей эры до начала греко персидских войн затем в ходе греко персидских войн фемистокла это один из выдающихся древнегреческих полководцев и афинских политических деятелей который довольно крупную серию реформ провел самих афинах ну и наконец перикла перикла да вот знаменитого афинского государственного деятеля уже после завершения греко-персидских войн он на протяжении приблизительно 20 лет сороковые тридцатые годы до нашей эры был ключевым афинским политиком и государственным деятелем и часто говорят даже об эпохе перикла в афинах вот приходящихся на вот это двадцатилетие сороковые тридцатые годы пятого века до нашей эры так вот в результате деятельности до этих трех этих трех политиков клесфена фемистокла и перикла сформировалась классическая модель афинской демократии классическая модель афинской демократии которая противопоставляется вот спарте как аристократическому полюсу это в общем во всех так сказать учебниках в популярных различных изданиях такая вот модель глубоко устоявшаяся и восходящая в общем-то к восприятию спарты и афин самими древними греками в пятом веке до нашей эры но я вот хотел бы обратить ваше внимание да в конце нашего сегодняшнего занятия на то что ситуация на самом деле была более сложной действительно а вот сводить противостояние спарты и афин да как политических систем только к борьбе аристократов и демократов было бы неверным да в классическую эпоху это политическая мысль древних греков она вышла довольно далеко за рамки архаического времени за рамки противостояния да вот этой аристократической и демократической партии и давайте тогда мы уже на следующем с вами занятии мы так собственно по программе должно было быть продолжим через неделю с вами разговаривать о древней греции классического времени ну вот начнем наше следующее занятие с того чтобы вот поподробнее разобраться что же такое древнегреческая политика классического времени какие механизмы организации политической власти реализовывались как спарте да так и в афинах но вот в пятом веке в пятом четвертом веке до нашей эры да ну а закончить хотел бы вот этим слайдом на это один из афинских античных правильнее сказать бульфтериев место где действовал государственный совет высшее полисное правительство это конечно остатки здания да но одни из самых лучших лучше сохранившихся вот в рамках следующего занятия попытаемся до наполнить эти античные руины людьми посмотрим как вот эти политические механизмы в древней греции работали на практике вот ну а сегодня пожалуй что пора нам заканчивать да я с вами прощаюсь через неделю снова увидимся до свидания